Лесян Шалтынова представляет себя водителем танка. Правда, вместо боевой машины – коляска, вместо полигона – пешеходная дорога. Миссия – дойти до магазина и выполнить можно только в одиночку. Соратник утонет в снегах. Здесь не чистят, здесь пешеходка. Пешеходный тротуар. Мы не можем ходить ни в магазин. Вот видите, мы в коляске. Все, я встала, у меня не толкается. Мне приходится много усилий предпредставлять, чтобы мы пройти через магазин. Пешеходка у нас, вот, она вся закрытая. В воскресенье прошел трактор, все это закрыло, еще более-менее было открыто. А идти отсюда, мне это будет очень тяжело. Там уже все занесено, и мы как бы не проходим никак отсюда. И мне приходится, я говорю, нарушать и переходить где удобно. С коляской к зебре точно уж не пройти. Видно, что тротуар не чистят. Дорожку от безысходности протоптали люди. Спецтехнику жители Корабельной 51 видят часто. Но она чистит только проезжую часть. Весь снег скидывая на тротуар, блокируя проход к пешеходному переходу. Почему возникла такая проблема? Попытались узнать в Домоуправлении. Они заверили, территория не их. Такой же ответ получили и в предприятии по благоустройству. Пока мы выясняли, кому принадлежит эта территория, сюда приехал трактор и расчистил дорогу. Но вот коммунальщики опять сделали свою работу не до конца. И эта часть тротуара так и осталась нерасчищенной. Улицы-призраки, которые вроде существуют, но никто ответственности за них не несет, есть по всему городу. Возьмем дом Студенческая 47. Рядом магнит. Так вот, парковку и выезд со двора не могут поделить магазин и Домоуправление. Страдают простые нижнекамцы. Появление трактора на Чичмале 6 для жителей означает сражение выграно. С большими боями, через народный контроль мы выявляем, чтобы почистили нам вот эти парковочные места. Вот один раз прочистят, если вот это, мы бываем всегда рады. Департамент ЖКХ и управляющие компании спорят, не моя территория, да не моя территория. Вот и этот, за того, что спорный вопрос между ними, ну выяснилось, что она относится к департаменту ЖКХ, они не чистят. Спор коммунальщиков привел к ухабам и сугробам на дорогах. Кучи снега даже завалили подъезд к мусорным контейнерам. Что делать людям, куда обращаться? Остается ждать, пока коммунальщики поделят территорию. Алсу Арсланова, Евгений Лазаев, Ахри Исламов, Новости НТР.